Время винометного обстрела 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 Сегодня на Востоке Украины общая ситуация в регионе улучшилась. Об этом заявил пресс-секретарь специальной мониторинговой миссии БСЕ Майкл Батюрки. Однако существуют проблемы с жизнеобеспечением некоторых населенных пунктов. Например, в Славянске есть перебои с водоснабжением, трудности с получением выплат, а многие магазины вообще закрыты. Вместе с тем Батюрки отметил стремление украинских властей наладить жизнедеятельность в этой местности. Напомним, в данное время в нашей стране работает около 300 наблюдателей. По результатам их мониторинга, руководитель миссии в четверг в Вене представит отчет по ситуации на Украине. Попытка вторжения на территорию Украины может обернуться для России большими проблемами. Об этом заявил глава МИД Швеции Карл Бильд. По его словам, Москва становится непредсказуемой. Если Запад проявит нерешительность, агрессия Кремля может случиться и в будущем. При этом, по мнению дипломата, аннексия Крыма подрывает фундаментальные принципы безопасности в Европе и мире в целом. Следовательно, позиция Запада в отношении оккупации полуострова и дальнейшей агрессии против Украины должна быть единой и жесткой. Евросоюз ведет новые санкции против России. Сегодня Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС расширит ограничения второй фазы. А именно решит, кому еще из россиян запретить въезд на территорию Евросоюза. И чьи активы заморозят в связи с конфликтом на Донбассе. Заседание Комитета состоится во второй половине дня, а решения примут вечером. Напомню, позавчера представители стран-членов ЕС оценили ситуацию в Украине и договорились продлить ограничительные меры в отношении Федерации. Международные доноры поддержали инициативы Петра Порошенко по развитию Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента. Ряд стран и организаций на вчерашней встрече в Брюсселе сообщили о готовности инвестировать в восстановление развития инфраструктуры Донбасса, а также в социальные проекты для жителей этого региона. Нашли поддержку и предложение Порошенко по обустройству государственной границы, помощи вынужденным переселенцам, развитию аграрного сектора и энергетики Украины. Эти проекты представила в Брюсселе украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Владимиром Гройсманом. Среди участников были представители стран ЕС, Соединенных Штатов Америки, Канады, Японии, а также АБСЕ, Советы Европы, МВФ, Европейского инвестиционного банка и других организаций. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк настаивает на скорейшем привлечении к ответственности всех лиц, причастных к сепаратизму, в том числе и народных депутатов. Об этом глава правительства заявил на заседании Кабмина. Говоря о том, что во вторник Минюст подал иск в отношении запрета Компартии Украины, Арсений Яценюк сказал, это запрет не политической партии, а тех, кто подрывает украинскую независимость. Я хотел бы обратиться к Генпрокуратуре, СБУ, МВД, окончательно провести расследование деятельности всех лиц, в том числе и тех, которые имеют статус народного депутата Украины. Подать соответствующие материалы в суд и в парламент с целью отмены депутатской неприкосновенности и привлечения к ответственности всех тех, кто поддерживает террористов, сепаратистов и других бандитов, которые посягают на украинскую независимость. Премьер-министр также сообщил, что в правительстве посчитали предварительный объем восстановительных работ, который необходимо осуществить в Донецкой и Луганской областях. На это потребуется свыше 8 миллиардов гривен. Кроме того, Арсений Яценюк сообщил, что Украина выполнила все критерии кредитной программы, сотрудничество, стандбай с МВФ и рассчитывает, что фонд выделит нашей стране второй транш кредита. Украина получила от Всемирного банка кредит на 300 миллионов долларов на реализацию проекта, который направлен на социальную поддержку населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. Соответствующее соглашение сегодня подписала Украина Международный банк реконструкции и развития. Заем будет привлечен на 18 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка составит до 1%. В Минфине ожидают, что проект поможет расширить программу государственной социальной помощи тем гражданам, которые наиболее в этом нуждаются. Кроме того, он поддержит развитие семейных форм, опеки детей-сирот, детей, лишенных родительских прав, детей-инвалидов. Проект рассчитан на 6 лет и является частью общей помощи, оказываемой группой Всемирного банка Украины. Генпрокурор Виталий Ярема требует от митингующих немедленно освободить центральную часть Киева и разблокировать захваченные здания. По его словам, если это требование не будет выполнено, виновных привлекут к уголовной ответственности. Виталий Ярема не исключает и силовой вариант, если активисты окажут вооруженное сопротивление правоохранителям. Генпрокурор также поинформировал, что с конца февраля на территории Майдана было совершено 158 преступлений, из них 4 со смертельным исходом. Напомню, до сих пор заблокированы 19 админзданий. Все хорошо в меру и к месту. Сейчас гражданскую позицию нужно проявлять на востоке Украины. Спасибо, что были с нами и до встречи.